Осталась незамеченная моими внуками клубника спелая такая, замечательная, красноцветущая клубника. Пробуем. Ничего, можно сказать, но другая клубника, которая цветет белым, намного вкуснее. А в этой только цвет ее цветов очень красивый. Здравствуйте, хорошие люди. Здравствуйте, мои подписчики. Здравствуйте, гости моего канала. Сегодня у нас на улице 13 градусов. Пол седьмого утра ливанул дождь. Но погоду обещают солнечную, хотя температура воздуха выше 16 не поднимется. Ну, а я вышла на улицу. Я всегда каждое утро, а особенно после дождя, проверяю наличие слизней. Прохожу по растениям, прохожу по дорожкам и собираю все, что видят мои глаза. Все лишнее, конечно. Ну, вот как-то так. А мы начинаем. Ну, это я показываю для тех, кто считает, что прищипленные макушки не дают рост огурцам. Огурцы растут боковыми побегами. И на боковых побегах образуются огурчики. Так, где у нас огурец? Вот он. Один огурец мы уже сняли. А вот еще. Так, это что? Это боковой побег. Было бы тепло, тогда огурцы пойдут. А при 12 градусах огурцам тоже тяжело. Вот как-то так. Сегодня у меня по плоду было прополоть последние клумбы. Но сейчас очень сыро, поэтому пройдемся по пасынкам и подвяжем помидоры повыше. Ну, вот как-то так. Ну, начинаем. Приготовила инструменты, ножницы, рыхлилку, ведро, куда сбрасывать мусор. И вот такие вот веревочки для подвязки. Клопчатобумажные. Они у меня многоразовые. Я их стираю и снова использую. Итак, мы начинаем. Что нам нужно убрать, я хочу вам показать. Вот здесь повытягивались уже пасынки. Видите? Вот такие мелкие. Можно отщипнуть просто пальцами, оставив один сантиметр. А уже покрупнее я обрезаю аккуратно ножницами. Обязательно оставляйте пенек. Тогда пасынки формируются не так быстро. Вот таким образом убираем пасынки. Вот здесь идет раздвоение ствола. Его не обрежешь. А пасынок между листьями, вот раздвоение ствола, видите? Вот в этом месте. А вот здесь пасынок. Пасынок я могу еще убрать, отщипнув его двумя пальцами. Пока он маленький. Вот так. Также здесь пасынок убираем. Раздвоение ствола убрать невозможно. Ну и так же дальше. Ну вот, дорогие друзья, работа спорится. Еще раз хочу повторить для тех, кто не знает, что пасынки выходят из пазухи листа, а раздвоение ствола идет само по себе. Обычно выше первой цветочной кисти. Вот таким образом я подвязываю свои томатики на подпорке. Но заметила, что вот в этом ряду томаты начали вытягиваться, и надо было их срочно проредить. Я убрала два томата. Полностью выбросила. Это было ошибкой, конечно. Можно посадить на этом расстоянии столько томатов. Но я садила парами параллельно друг к другу. Теперь у меня два сорта. Потеряли свои пары. Но это ничего. Чтобы посмотреть, как они выглядят, эти томаты, мне достаточно и по одному. Ну, а еще я могу посмотреть у своих друзей, кому я эту рассаду разделила. Я пришла к выводу, что на следующий год я посажу только 10 кустов томатов в эту теплицу. Потому что вот такая загущенность, хотя загущенность была у меня всегда в теплице, потому что очень мало места. Но никуда не денешься. Будем редуцировать и смотреть дальше. Ну, я работаю, а вы, думаю, меня поняли. Достаточно хорошо. Ну вот. Теплицу здесь проредила по этому ряду. Здесь все подвязала. Листьев поналомала. Какое безобразие. Протискиваться между ними. Тут тоже лист обыкнигать. Постараемся его сохранить. Вот. Пришлось мне расстаться с тремя помидорами. Но они у меня двойные. Поэтому будем наблюдать дальше. Вот на этом участке под крышей у меня посажены тоже парами помидоры, которые не требуют подвязки, посынкования, формирования и так далее. И они уже выросли по метру. Я ставлю им все-таки подпорочки. Но не посынкую. Будем смотреть дальше, что у меня получится. Самый первый помидор высокорослый. фляшен томатный. И я его посылкую. Вот. Дальше идет у меня чудо лентяя. 70 сантиметров заявленная высота. Но будем смотреть. Дальше идет розовая ляна. Дальше у меня идет метелица. После метелицы идет пир на весь мир. И дальше идет мамонтенок. И вот здесь последние помидорки. Это чьё-чьё-сан. Чьё-чьё-сан тоже буду посынковать. Они подвязаны на высокие подпорки. Ну, а сейчас мне нужно подвязать остальные из этого ряда. Не посынкую. Эксперимент. Ну, вот и тут я пропосынковала и подвязала свои помидоры. Осталось три штуки. Веревочки кончились. Надо сходить за ними. Здесь растет всего 8 корней. Для этой теплички 8 корней это немного. Поэтому так и останется. Ну, вот как-то так. Какие сорта растут в этой теплице? Ну, это соседская зависть растет. Рома томаты из китайского эксперимента. Здесь дальше растет джек-пот. Четыре штуки аж. Это всё джек-пот. Ну, я думаю, что томатов нам хватит на всё. И на всех. Вот четыре джек-пот. Это соседская зависть. Вот такие листья интересные. И вот это экспериментальный томат, который я высажила по китайскому методу. У меня есть ещё вот такой туннель. Кроме того, что томаты растут. И в этом туннеле четыре помидора. Монгольского карлика. Вот они сразу. Видите, вот четыре куста. И дальше идут по списку. Два комнатных сюрприза. Два чудо-лентяя. Чудо-лентяя у нас на одной, на другой стороне. И две и етина мать. Тоже не посынкую, не подвязываю. Будем наблюдать, что у нас получится. Запомнили. Две етина мать. Две чудо-лентяя. Две комнатный сюрприз. И четыре монгольского карлика. Где-то тут у меня тоже есть чудо-лентяя. Так, и где у меня чудо-лентяя? А вот, сразу здесь, возле фляша, чудо-лентяя. Ну, помидорки здесь выглядят лучше, чем в теплице. Они не вытягиваются. И все время тянет, вижу пасынок, и все время тянет руки оторвать пасынок. Ну, оставляем. В этом году у меня помидоры растут не посынкованные. Низкорослые помидоры. Вот здесь я высадила остатки супер-клуши розовой. Без укрытия, без подвязки, без ничего. Ну, и здесь сладкий перец. Вы это видели, знаете. Тут осталось немножко места. Надо высадить огурцы. Везде растет физалис. И прошлогодние бархатцы всходят. Жду, когда чеснок уйдет в землю. Не в землю, а поспеет, что можно будет его выкопать. Но огурцы надо высаживать. Независимо от чеснока. Ряд ему оставляли там, им, чесноку, ой, огурцам. Ну, сядет по огурцам. Огурцы сядут по чесноку. Наши огурчики растут потихоньку. Говорят, сильно густо. Но я считаю, у меня 65 литров вот эти контейнера. 65 литров, это значит, на каждый огурец приходится более 15 литров земли. Я считаю, что для огурцов это неплохо. Сегодня я планировала прополку. Последнюю прополку по клумбам. Но так как пол седьмого прошел очень сильный дождь. Везде сыро и грязно. А полоть я люблю, когда не светит солнце. Потому что тогда и видно лучше, и не так жарко. Сегодня я занялась теплицами, помидорами. Просмотрела, пересмотрела. Сделала выводы. И в следующий год мои помидоры будут сидеть только в теплице. Или в теплицах и под крышей. Ну и может быть туннель останется, который у меня там. И все это будет в меньшем количестве. В меньшем количестве сорта. В меньшем количестве штуки посаженные. Или посаженная рассада. Так уж получилось, что в этом году ко мне пришли 7 сортов, которые я не заказывала. 2, даже 8. И все они крупноплодные, высокорослые. Вот это и побудило меня использовать теплицу немножко насыщеннее. Но, как показал опыт, мне пришлось расстаться с тремя растениями. Вот. Но сорт я не уничтожила. Я убрала только по одному растению из каждого сорта. Не из каждого, а из трех сортов. Вот такая проделана сегодня работа. Убрала пасынки. Запомните, пасынок растет из пазухи листа. Стол, ствол бывает раздваивается. И вот это раздвоение очень трудно регулировать. Поэтому я обычно оставляю раздвоение ствола так, как оно есть. Но иногда, если это ранняя стадия, я могу и отрезать один ствол, который выглядит слабее, тоньше, меньше. Ну, я думаю, мы заслужили с вами завтрак. Я иду завтракать, а с вами прощаюсь. Прощаюсь до завтра. До новых волнующих встреч на канале Северта Моя Судьба. Пишите ваши комментарии. Большое вам за это спасибо. Большое спасибо вам за ваши лайки, которые вы не забываете ставить. И за подписку на мой канал. Этим вы помогаете каналу развиваться дальше. Желаю вам самого лучшего. Самого желанного. Всем огромного здоровья. Всем нам мирного неба. Будьте счастливы и оставайтесь со мной на канале Север. Это моя судьба. До новых волнующих встреч. Всем пока-пока. Замечательные цветульки. Ждут тоже тепла.